всем привет только что подсоединился сегодня мы рисуем героев из мультика hello kitty надеюсь все смотрели все любят маленьких кошечек и всяких прикольных героев еще там есть зайчики пингвинчики собачки вот сегодня я вам поставила схемку и давайте смотрите самое главное чтобы у нас получалось симметрично да что вы можете например провести линию симметрии но линия конечно пунктиром или тоненькой тоненько простым карандашом чтобы потом можно было это все стирать чтобы не было нам потом не испортила рисуночек нарисуем китти у нас китти такой большой большой головкой она видите больше чем туловище да что ты хочешь ольга или кто-то девочка олечка что ты хочешь ты знаешь про китти здорово давай будем рисования даже да я думаю что у всех девочек точно есть как минимум по одной игрушки киньте голова должна быть овальная и старайтесь делать если вам сложно провести овал делайте его пунктиром потом вам тогда будет легче провести эту линию ровно вот когда вы нарисовали овальчик да можно уже сделать ушки у нее небольшие ушки и когда нарисуете ушки вам уже видно будет где рисовать бантик бантик у нее на одном из ушки на правом ушки у нее бантик теперь чтобы найти где у нас находятся глазки вы мысленно или тоже тоненькими пунктирными линиями сделайте где средина вот среди на нашей головки и глазки у нее находятся прекрасно вот этой линии которая посредине вот такие небольшие глазки у нее и носик обычно ротик не рисуют и тело тело у нее небольшое тоже таким овалом вниз она гораздо меньше головы поэтому рисуете вниз овальчик и приделаете к ним ручки ручки тоже простые думаю всех получится и небольшие ножки и сделайте уже линию можно это провести как среднюю линию там не будут разделяться ножки и лапки внизу тоже два маленьких овала и нарисуйте ей здесь две пуговички наверху это у нее будут комбинезон чик и место где шейка теперь обводим контуром контуром рисуем медленно красиво чтобы у нас была ровная китти главное прости вот вам аккуратный и симметрич когда китти будет красивая симпатичная кошечкой это самое основное глазки уже у нее маленькие овальненькие несложно их найти и маленький носик почти на уровне глаз и комбинезон чик и маленькие лапки бантик можете нарисовать розовым или красным нарисовать китти может уже рисовать другого нашего героя это у нас керопий также у кити обратите внимание есть усики большие мы их уже рисуем на щечках также начинаете где-то на уровне глазах раз-два-три линии и старайтесь также симметрично с другой стороны 1 2 3 вот так у нее обозначаются усики и начинаем рисовать нашего второго героя керопий это лягушонок лягушонка мы рисуем овал похожий такой же овал как у китти и когда вы нарисовали овал рисуйте два кружка сверху которые заходят на этот овал да где-то будет линия посредине если вы еще не стерли простой карандашик посредине глазок и два больших круга это его глазки и улыбочка у него похоже не совсем такая ровная линия она как будто есть с уголком внутри это его будет ротик и щечки два маленьких кружочка вниз идет у нас такой прямоугольничек книзу расширяющийся и небольшие лапки и внизу две лапки тоже чуть-чуть выглядывают из под нарисовал одежду умничка тогда можешь бамбампури нарисовать это у нас симпатичный такой аккуратно потом обводим контуром обычно мультипликационные герои они все обведены контуром маленькие ручки его одежда и внизу видно небольшие ножки очень простые думаю всех получится и аккуратненько красиво делаем круги то сначала не может сделать ровный круг делайте пунктиром теперь рисуем бамбампури на это у нас песик мы рисуем форму похожую на яичко он у нас чуть выше чем кити можете наметить сразу верхнюю нижнюю линию и с этой линии делать уже форму яичко когда вы нарисуете такую форму яичко вам останется найти ушки это вот здесь небольшие и у него есть маленькая шапочка и у него есть маленькая шапочка и здесь у нас будут глазки рисуете два маленьких кружка и чуть-чуть ниже носик вот симпатичный у нас получается носик теперь находите у него лапки лапки чуть-чуть отступаете от левого ушка и делаете вот такую лапку небольшую и старайтесь и симметрично отметить ее с другой же стороны нижние лапки тоже перерисовываете к нашему яичку нижние лапки и обводите контуром нарисовал лапку умничка кто нарисовал тот продолжает дальше а потом раскрашивает вот симпатичный у нас получился такой щенок одно ушко у него наверх и небольшая шапочка теперь мы рисуем нашего четвертого героя пингвинчика у него форма тоже похожа на яйца оно практически такое же как и у папампурино рисуете яичко форму яичко овал и теперь делаете внутри дублирующую линию как будто яичко поменьше оставляете где-то полтора-два сантиметра и рисуете внутреннее яичко также рисуете сразу же там полкруга посрединке это будет его носик и глазки и у него сбоку небольшая шапочка рисуете такую небольшую линию и сверху приделываете тоже полкруга это у него шапочка потом находите лапки они где-то на средине нашего яичко это его крылышки и нижние лапки на которых он стоит тоже рисуете два небольших овальчика потом во внутреннем круге рисуете плавную линию полукруглую здесь рисуете бабочку посредине разделяете этой линией срединку находите нашего героя и делаете ему жилеточку и обводите контуром главное в таких фигурках сделать красивый контур чтобы он был ровненький старайтесь вести линию медленно и следите чтобы она была ровной потом его крылышки небольшие и внутреннее яичко тоже опять обводите и отмечаете уже лапки глазки тоже небольшие у него оставляете только маленькая беленькая точечку и внутри вводите уже более темным там будет жилетка и бабочку какую-нибудь яркую оранжевую красную вот у нас бабочка здесь теперь у нас еще остается два героя бад смару и мелодий тоже берете карандашик и уже поскольку у нас нижний ряд заполнен мы сделаем верхний ряд но тоже мы не забываем что мы отступаем с каждого края нашего листа где-то по два сантиметра здесь мы рисуем небольшой круг меньше чем голова кити да и к нему сразу же перерисовываем корону 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 можете поделить на две части с линией такой симметричной и сделать здесь два острия чтобы они пришли к средине и здесь два острия значит чего всего лишь у нас четыре острых угла на короне и небольшое у него тело меньше головы и обратите на это внимание рисуете мысленно почти круг к этому кругу приделываете тоже по бокам небольшие крылышки и внизу два небольших овальчика это ножки и теперь обводите контуром также там где заканчивается корона отступите совсем немножко и сделаете вот такую линию на ней нарисуйте два глаза два глаза сверху они ровные внизу они полукругом и клювик вот такой клювик все обводим контуром аккуратненько старайтесь делать все линии да елена извините вижу ручку луки да на презентации не видно это кроме ну последнее закрывает что-то надо наверное ну а китти все нарисовали ребят я китти нарисовал ты нужно есть еще может быть подвинуться чуть-чуть вверх а я не знаю как это сделать а вот внизу эти окошки закроются нет сейчас попробуем их убрать и так смотрите я вам положила если кому-то плохо видно мелоди еще вот здесь у меня лежит видно да и мы дорисовываем нашу фигурку небольшой клювик рисуйте просто квадратик и разделяете его острым углом внутри и глазки сверху они у нас ровные и идут вниз два полукруга и зрачки и остается у нас зайчик мелоди берем опять карандашик и рисуем два овала небольшие два овала и внутри делаем дублирующий овал когда мы нарисовали вот такое овальное два овальных круга один внутри другого мы рисуем ему ушки чуть одно ушко у него прямое а второе рисуйте чуть выше половины и делаете сюда заворачиваете его в сторону и небольшое у него тело можете нарисовать просто овал и потом наметить уже ручки также воротничок у него идет две небольшие лапки и животик округлый и ножки которые немножко внутрь завернуты он стоит так иногда любят стоять да так как будто ножки немножко отдыхают когда чуть-чуть внутрь повернуты пальцами и вот такой у нас милый зайчик потом рисуйте глазки маленький круглый носик и улыбочку вот такой у нас получился зайчик уже будем его контуром так рисуем большой-большой такое ну побольше не очень большим чуть-чуть побольше один овал потом внутри мы делаем другой овал и рисуем глаза носик и умничка теперь можешь раскрашивать сейчас я вам покажу как она выглядит в оригинале было проще раскрашивать особенно те кто рисует быстро вот смотрите видите у нас беленькая можно и нарисовать комбинезончик розовый есть голубой как вы хотите розовый наверное будет более подходящий зайчик у нас тоже беленький с розовой шапочкой и собачка у нас светло-коричневая и темно-коричневая у нее шапочка ну лягушонок соответственно зелененький с розовыми щечками и синий у него костюмчик и такая у нас птичка черная с желтым клювом и белым животиком и пингвинчик у нас синий и черный у него черная жилетка также желтый носик и голубая шапочка можете придумать свои цвета вы не обязаны как бы просто кому может быть так проще видно милковата ну давайте рисовать наверное давайте тогда я часть увеличу да вот например вот например китти тогда да китти и пингвина пока что мы видим вот так лучше видно китти и пингвина вот разрисовываете пингвин у нас синий желтый клюв а китти соответственно у нас в розовом комбинезончике так вот такой у нас симпатичный зайчик его зовут мелодии теперь мы берем резиночку чтобы стереть простой карандашик и быстро стираем чтобы потом не было видно его когда мы раскрасим нашу картинку и 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 красочек можете чтобы не очень долго у вас это получалось можете просто сделать штриховочку от внешнего внешней линии к внутренней софья софья какой-то вопрос у тебя не хочу показать до показать умничка смотрите как красиво получилось здорово идеально молодец молодец здорово и раскрашиваем нашего пингвинчика у у кого конечно красочки тому будет быстрее но они нету красочек у нету красочек то разрисовываем фломастерами или карандашами можете смешивать немножко карандашами немножко фломастерами чтобы у вас получились более объемные фигуры и желтый клюв и желтые у него лапки животик можете оставить белом или светло-бежевым раскрасить можно чуть-чуть просто дать штриховочки чтобы он выглядел объемным и у него черная жилетка также можете делать свои цвета если какого-то цвета у вас не оказалось и шапочка у нас светло-голубого можете сделать своего цвета какого-то что-то придумать наверное более яркого цвета делать светло-оранжевую у нас получается пингвинчик зовут его такседосем и китти китти у нас в розовом у нее розовый комбинезон и можете сделать розовый бантик и 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 коричневая шапочка у него можете также другого цвета сделать шапочку и 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 корона у него тоже такого же черного это скорее всего не корона это его гребешок на голове до похоже на корону какой свет свет керопии это же лягушка зелененький керопии у нас зелененький сейчас покажу тебя вот зелененький с розовыми щечками и синие одежда у него и розовая бабочка да конечно можешь придумывать свои цвета тоже будет красиво вот он у нас полностью черный и только у него животик беленький внизу а клюв и ножки желтые и выводик оставляете первые ножки и клевик рисуете желтеньким мелоди беленький с розовой шапочкой это зайчик ну если очень хочется раскрасить какой-то цвет можете раскрасить проблем да главное что вам нравилось и розовый воротничок и на желтый носик вот она и 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 еще делать фон могу кто хочет показать тоже показываете молодец олечка очень красиво молодец здорово молодец софика уже фон нарисовала умничка дарова ой красиво да молодец пока итак у нас розовый воротничок желтый носик и черные лапки И осталось у нас керупи. А когда конец? Я нарисовала, можете нарисовать фон. Могу нарисовать кто-то другой? Да, есть еще другие герои. Тут, кстати, есть еще. Сейчас я вам покажу. Есть такой черный котенок. Хотите, можете нарисовать еще его зовут. Чококат его зовут. Тоже нарисовал. Можете вот такого котенка еще нарисовать черного. И у нас есть еще вот такая собачка с черными ушками. Вот они двое. Хотите, можете нарисовать. Уже все успел. Мы раскрашиваем нашего лягушонка. Можно смешивать цвета близкие по оттенку. У него также розовые щечки. У него также розовые щечки. И синяя одежда. Можете нарисовать бантик розовый. И остальное сделать голубым цветом. И черные зрачки. Извините, а Мелоди сама по себе тоже белая? Да, белый зайчик. Вот он. Можете взять тот же самый простой карандашик. И чуть-чуть по краю сделать оттенок. Чтобы он был более объемным. Например. Но здесь она чисто белая. Можно сделать чуть-чуть ее. Вот простым карандашиком. Но это не обязательно. Так, поскольку у нас осталось еще аж целых 15 минут, давайте нарисуем или котика, или собачку. Я нарисую собачку. Собачке идет вот такой овал. Небольшой овал. И переходит здесь в небольшие щечки. Я хочу нарисовать коту, но не вижу как. Кота просто рисуешь. Так же похоже, как Китти. Только ушки у него длиннее. Одно ушко в сторону. Одно ушко вверх. Здесь внизу у него глазки. И носик. И небольшое тело. Если мы успеем, так мы нарисуем кота. Сейчас я нарисую вначале собачку. На голове у него еще. Вот такой чубчик. И тело вот такой формы. И не на атовы. Теперь мы делаем контур нашей собачки. У нее большая голова. Вот. Небольшие щечки внизу. И ровный-ровный тоже полукруг. Здесь у нас маленький носик. И два глазика. Также челочка. Одно ушко наверх. И одно ушко вниз. Здесь вы рисуете плечики. Небольшие ручки. И вниз ножки. Вот так вот закрываете ровной линией. И здесь от средины нижней линии делаете небольшую линию вверх. И углом вот так прорисовываете ножки. Так же вы прорисовываете рукавчики. И вот такую рубашечку. И раскрашиваете черным ушки. И глазки. И нашу нашу челочку. Нашу челочку. вот такой носик. И красненьким можете нарисовать. Или любым другим цветом, который вам нравится. Можете нарисовать ему рубашечку. так же оставьте место, чтобы было видно, что тут шейка. И красным делайте рубашечку. И что у нас остается со временем? Еще 10 минут. Тогда мы испоем еще котика. Находим место для котика. Сейчас я вам его увеличу. вот такой черный котик. Красный мошенник. И желтыми ушками внутри. У нас не совсем ровный овал. Он вверху чуть-чуть уже. Книзу он чуть-чуть расширяется. Вот такой у нас формы овал. и здесь идут чуть больше, чем у Китти ушки и чуть острее. Также у него идут такие знатные усы. небольшое тело. Можете нарисовать вначале верхнюю часть вот такой формы, а потом приделать к нему лапки и хвостик. И большие глаза. Большие глаза, обратите внимание, они тоже, если провести средину где-то линии, то они больше в нижней части находятся. Вот такие большие два круга. и маленький носик. И теперь обводим контуром. линию. такие два круга. Маленький носик. широкие усы. Вот так. И ушко. Внутри дублирующая линия. Красный ошейник. Небольшие лапки. и хвостик. Теперь раскрашиваем. Он у нас черный. И черные черные зрачки. И красный ошейник. И красный ротик. Ротик. А почему-то они не рисуют. мультики часто. Они получаются симпатичные без ротика. И без ротика. Такими толстыми вот у меня такой получился. И еще молодец. Очень красиво. Молодец. Ты решила все нарисовать на отдельном листочке. Умничка. Здорово. Красиво. И Лиана. Покажи чуть-чуть ближе. Ой, как здорово. Молодец. Умничка. Спасибо. Еще раз покажи. А то я смотрела пока у Луки. Покажи еще раз, Лиан. Умница. Смотрите тоже, как красиво. Разноцветные. Стравка. Здорово. Молодцы. Молодцы. Большие умницы, ребята. Здорово. Спасибо. Я на прошлом уроке как раз попросила нарисовать Хэлло Китти. Хорошо. Можете попросить что-нибудь еще. Нет проблем. Что хотите на следующий раз рисовать? Кого? Не поняла? Не не кофе я люблю кофе Как как? Я плохо слышу. Кто-то может мне повторить? Кого хочет делать? я не поняла. Ольга, ты можешь громко и четко сказать, что тебе нравится? Просто это название. коты. Коты. Да. Коты. Ну, мы обычно любим кого-то измельчить. Да. Котиков у нас всегда много во многих мульках. Вот так у меня получилось наши герои. спасибо. Девочка пишет, я хочу рисовать кого? Кота Пушина. Кота Пушина. Пушин? Я не девочка, а мальчика. А, Пушина мы уже рисовали. А, мальчик, понятно. Да, имя-то пропало. Ты можешь посмотреть в Ютубе, найти уроки рисования. Мы уже рисовали Пушина. Ну, посмотрим, может быть, я добавлю каким-то мультиком еще и Пушиной. Я имею другие коты. Какие другие коты? Ну, в общем, котов мы всегда любим. Видимо, вам придется самой. Да, хорошо. Была рада вас всех увидеть. Вы большие молодцы, очень красиво рисуете. Хорошая вам неделя. До встречи на следующей неделе. подберем вам котов и каких-то других прикольных тоже мультипликационных героев. А можно, например, с какого-то мультика взять гуся, ну, просто животное? Ну, хорошо, поговорили гуся, кота и кого-то, кого я еще придумаю тогда в следующий раз. Всего хорошего, ребята, будьте здоровы, хорошей недели, пока-пока.